Есть шансы, но если бы я выбирал, то это был бы Хабиб, рассказал Джонс. По словам Джона, шансы у ирландца есть, но должно произойти что-то необычное, чтобы Конор победил. Видно, что в хорошем настроении Джонс подошел к бою с Рейзом, отвесил он шутку о МакГрегоре, в том же предматчевом интервью повеселил болельщиков. Говорит, Хабиб отказывается от 100 миллионов за реванш. Он действительно так сказал, дайте мне такие деньги, за 100 миллионов я сам надеру МакГрегору задницу, заявил Джонс. А теперь возвращаемся к нашему UFC 247. Поединок начался с атак претендента, Рейз владел инициативой, работал первым номером и был точнее соперника. Во второй пятиминутке картина боя не менялась. В третьем раунде Джонс сумел прибавить, и казалось, что он близок к тому, чтобы переломить ход встречи, а Доминик сильно замедлился и подсыл функционально. Тем не менее, уже в следующем отрезке Рейз собрался и снова выглядел лучше. В заключительном раунде Джонс работал первым номером, но по-прежнему не владел явным преимуществом. По итогам, Джонс победил единогласным решением судей 50-47, 50-47 и 49-46. Таким образом, Джон в третий раз к ряду защитил титул чемпиона. А вы согласны с решением судей? Напишите в комментариях. О Десане настроен на Джона Джонса. Он заявил, что готов провести поединок. Когда и где? Слушаем слова Израиля. Не вижу никакой необходимости в этом поединке, но я хочу его провести, заявил он в интервью в Хьюстоне. Поединок мне не нужен, но я его хочу. Идана, скажи своим, чтобы забронировали дату. Стадион Рейдерс в Вегасе, 2021 год. Международная бойцовская неделя. Вот когда это произойдет, заявил Израиль Адесанье. Международная бойцовская неделя, напомню, друзья, традиционно. Израиля каждый год проходит в начале июля, и каждый раз ее завершает крупнейшее номерное мероприятие. Я думаю, что пока рано загадывать. Для начала Адесанье надо пройти Ромеро. Уже тогда можно будет делать какие-то выводы. Но пока отмечу бесстрашие Адесанье. Согласитесь, вызвать Джонса на поединок и при этом настолько быть в себе уверенным, так сможет далеко не каждый. У меня к вам вопрос, друзья. Если поединок состоится, кто победит, Джон Джонс или Израиля Адесанье? Фергюсон показал, как готовиться к бою с Нурмагомедовым. Он выложил видео с тренировочного процесса. Как обычно, свои основные тренировки он не показывает, чтобы Хабиб не раскрыл его замысел. В то же время Абдулманаб Нурмагомедов снова ответил о реванше с Макгрегором. У себя в Инстаграме он разместил фото с текстом. Вот с такими словами он обратился к болельщикам. «Никак не хочет этот парень успокоиться, но думаю, всему свое время», – пишет Абдулманаб. «Для нас сегодня актуален и на первом месте бой с Тони. Конор не был бы Конор, если бы не напомнил о себе в каждом важном случае», – заявил Абдулманаб. Нурмагомедов 18 апреля сойдется с Вергюсоном в бою за чемпионский пояс в легком весе. И поединок их пройдет на турнире UFC 249 в Бруклине. Вот такие новости. Как вам турнир UFC 247? Понравился, не понравился? И самое главное, оправдались ли ваши ожидания? На этом пока все. Увидимся в следующем выпуске. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok